Во дворе на Чернореченской 33 идут масштабные работы по восстановлению и ремонту тротуарных дорожек внутри детской площадки, монтажу игрового оборудования, установки скамеек, урн и ограждений. Работы начались 15 мая и будут завершены к концу лета. Напомним, благоустройство идет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году по программе в областном центре будет обновлено более 55 дворов во всех районах города. В прошлом году уже был выполнен ремонт дорог заблаговременно, зная, что в этом году мы заходим здесь на проект формирования комфортной городской среды. Здесь было уже до этого сформировано такое пространство с детскими формами, с малыми архитектурными формами, с детскими игровыми комплексами. Меняем ограждения вокруг детской площадки для того, чтобы детишки не убегали на дорогу и добавляем освещение. Строители уже обновили пешеходные дорожки, поставили опоры уличного освещения. Готовы будущие клумбы и тротуары. Осталась установка малых архитектурных форм и детской игровой площадки. Также привезут грунт и высадят декоративные растения. Главное условие – качество выполненных работ. Все строим по паспорту, как положено, по ГОСТу. Можете увидеть, как положено, так и делаем. Никаких проблем у нас пока еще до сегодняшнего дня не было с администрацией с 2018 года. То, что что-то выполнили неправильно или не по ГОСТу, или дети повредили себе ногу, руку, ничего такого подобного еще не было. На всех этапах идет контроль со стороны администрации железнодорожного района подрядной организации. Жители занимают не менее активную позицию. Ида Васильевна Тишакова, старшая по дому. За порядком во дворе и в доме следит пристально. Рассказывает, что к ее мнению подрядная организация прислушивается, решают все сообща. Ида Васильевна принимала активное участие в подготовке документов и разработке проекта благоустройства. В итоговом проекте учтены интересы всех жителей – и детей, и автовладельцев, и представителей старшего поколения. И вот наконец-то настал счастливый день, и мы увидели у нас на площадке, что начинается работа. И мы очень этому, конечно, рады. Так что, повезло нам. Надо все доделать, а уж потом умирать. Надо все доделать, еще что-то много дел. В соседнем дворе по улице Владимирской 21, 23 и 27 также идут масштабные работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуарных дорожек, обустройству мест для парковки автомобилей. Замена бортового камня уже выполнена. Планируется, что в этом году в железнодорожном районе будут обновлены внутриквартальные проезды в десяти дворах. У нас заключен контракт на стройконтроль. Всегда на работах ежедневно присутствует подрядчик стройконтроля, контролирует данный вид работы. Но также мы на себя ответственность не снимаем, присутствуем сами, встречаемся с жителями. При любых малейших каких-то обращениях жителей, чем-то недовольствах, мы всегда сразу здесь, в любое время, выходной, праздничный день. Также планируется установить информационный щит, отремонтировать ограждения спортивной площадки и теннисный стол, демонтировать старые качели, установить новые. На газоны завезут черноземы и оградят их. Во дворе высадят пять каштанов. Светлана Кудрявцева, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.